К приезду своих Маргариток родители начали готовиться за несколько часов до прибытия поезда. Еще бы месяц разлуки давало себе знать. И это несмотря на ежедневное общение по телефону и признание детей о прекрасно проведенных каникулах. Да, с детьми мы регулярно созванивались. Они посещали дельфинарии, были в аквапарке. Положительные, только положительные у них эмоции. Восторг по этому поводу, конечно, они испытывали. Весь перрон, казалось, был занят поклонниками ангарского ансамбля. А из поезда «Адлер-Иркутск» слышались звонкие девчачьи голоса. Поздравительные плакаты, цветы и, конечно, слезы радости и гордости на глазах у родителей. Еще бы! Победа в международном конкурсе «Большая перемена» – то, к чему худенькие девчонки шли, превозмогая усталость и боль от ежедневных тренировок. 400 участников из разных уголков страны и, конечно, компетентные жюри оценили оригинальные номера ангарчанок. А наши Маргаритки познакомились с маленькими артистами из других городов. Мне понравился номер Юрия Путина, как он исполнял хип-хоп. Потому что он – это было красиво. Мы впечатлили тем, что победили хип-хоп, потому что мы очень хорошо занимаемся давно и хорошо танцуем. Поэтому мы поразили жюри и заняли гран-при. Когда мы репетировали, нам организатор задал такой вопрос – вы разве ехали пять дней в поезде? Мы отвечали – да. Что по детям было не было заметно. То есть дети очень дисциплинированные. И вы знаете, у нас появились свои фанаты в городе Туапсе. Люди сразу сказали, что выиграем мы на первой репетиции, когда увидев нас. И приходили на каждое наше выступление. Сотни фотографий, видеоролики и, конечно, незабываемые впечатления от поездки в солнечный Туапсе. То, что воспитанницы ансамбля Маргарита повезли к себе домой. Но отдыхать юные артистки намерены недолго. Совсем скоро начнется новый сезон ежедневных тренировок, репетиции ярких номеров и, безусловно, заслуженных побед. Наталья Зарубина, Михаил Терышкин. Местное время.